всем добрый день церковь святого покаяния будем сейчас с вами читать библию хотелось бы сказать несколько остановиться на нескольких слов скажем так словах сказать о том что к сожалению очень много бездоватых пишут разные плохие слова оскорбления поэтому давайте очень важно чтобы хорошие люди тоже что-то писали комментировали говорили подписывались очень важно ставили на колокольчик ставили лайк мы с вами изучаем библию это очень интересно это святое писание большая к вам просьба тоже создавать свои youtube каналы сайты читать популяризировать библию ну давайте поехали мы с богом основе сами на бытие и приказал иосиф начальнику дома своего говоря наполни мешки этих людей пищу сколько они могут нести и серебро и каждого положи в отверстие мешка его а чашу ную чашу серебряную положи в отверстие мешка к младшему вместе серебром закупленный им хлеб и сделал тот по слову иосифа которое сказал он утром когда расцвело эти люди были отпущены они и ослы их еще недалеко отошли они от города как иосиф сказал начальнику дома своему вступай догоняй этих людей и когда догонишь скажи им для чего вы заплатили злом за добро для чего украли у меня серебряную чашу не то ли это из которой пьет господин мой и он глянет и он гадает на ней худо этого вы сделали он догнал их и сказал им эти слова они сказали ему для чего господин наш говорит такие слова нет рабы твои не сделают такого дела вот серебро найдено найденное нами в отверстие мешков наших мы обратно принесли тебе и земли ханаанской как же нам украсть и дом из дома господина твоего серебро или золото у кого из рабов твоих найдется чаша тому смерть и мы будем рабом рабами господину нашему он сказал хорошо как вы сказали так пусть и будет у кого найдется чаша то будет мне рабом а вы будете не виноваты они поспешно спустили каждый свой мешок на землю и открыли каждый свой мешок он обыскал начался старшего и окончил младшим и нашлась чаша в мешке вениаминовом и разодрали они одежды свои и возложив каждый на осла своего ношу возвратились в город и пришли иуда и братьеву в дом иосифа который был еще дома и паре пред ним на землю иосиф сказал им что это вы сделали разве вы не знали что такой человек как я конечно угадаю иуда сказал что нам сказать господину нашему что говорить чем оправдываться бог нашел неправду рабов твоих вот мы рабы господину нашему и мы тот в чьих руках нашлась чаша но иосиф сказал нет я этого не сделаю тот в чьих руках нашлась чаша будет мировом не рабом а вы пойдите с миром к отцу вашему и подошел иуда к нему и сказал господин мой позволь рабу твоему сказать слово в уши господина моего и не прогневайся на раба твоего ибо ты тоже что и фараон господин мой спрашивал рабов своих говоря если у вас отец или брат мы сказали господину нашему что у нас есть отец престарелый и у него младший сын сын старости которого брат умер а он остался один от матери своей и отец любит его ты же сказал рабам твоим приведите мне его ко мне чтобы мне взглянуть на него мы сказали господину нашему отрок не может оставить отца своего и если он оставит отца своего то сей умрет но ты сказала рабам твоим если не придет с вами младший брат ваш то вы больше более не на и не являйтесь ко мне на лице когда мы пришли к рабу твоему отцу нашему то пересказали ему слова господина моего и сказал отец наш пойдите опять купите нам немного пищи мы сказали нельзя нам идти а если будет с нами меньше брат наш то пойдем потому что нельзя нам видеть лица твою того человека если не будет с нами меньшего брата нашего и сказал нам раб твой отец наш вы знаете что жена моя родила мне двух сыновей один пошел от меня я сказал верно он растерзан и я не видал его до ныне если сего возьмете от глаз моих и случится с ним несчастье вы сведете вы седину мою с горестью во гроб теперь если я приду к рабу твоему отцу нашему и не будет с нами отрока с душой у которого связана душа его то он увидев что нету отрока умрет и сведут рабы твои седину раба твоего отца нашего с печали во гроб при том я раб твой взялся отвечать за отрока отцу моему сказав если приведу его к тебе и не поставлю его перед тобою то останусь я виновным перед отцом моим во все дни жизни и так пусть я раб твой вместо отрока останусь рабом у господина моего а вот рак пусть идет с братьями своими и своими ибо как пойду я к отцу моему когда отрок не будет со мною я увидел бы бедствие которая постигла бы отца моего иосиф не мог более удерживаться и при всех стоявших около него и закричал удалите от меня всех не осталось привозь и никого когда он открылся братьям своим и громко зарыдал он и услышали египтяне и услышал дом фараонов и сказал иосиф братьям своим я иосиф жив ли еще отец мой но братья его не могли отвечать ему потому что они смутились пред ним и сказал иосиф братьям своим подойдите ко мне они подошли он сказал я иосиф брат ваш которого вы продали в египет но теперь не печать не печальтесь и не жалейте о том что вы продали меня сюда потому что бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни ибо теперь два года года на земле оставь остается еще пять лет которые они орать не жать не будут бог послал меня пред вами чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением и так не вы послали меня сюда но бог который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкой во всей земли египетской идите скорее к отцу моему и скажите ему так говорит сын твой иосиф бог поставил меня господином над всем египтом приди ко мне немедленно ты будешь жить в земле и всем и будешь близ меня ты и сыны твои и сыны сынов твоих и мелкий крупный скот твой и все твои и все твою и про храм его там тебя ибо голод будет еще перед пять лет чтобы не обнищал ты и дом твой и все твое и вот очень ваши и очень брата моего вениамина видят что это моя уста говорят с вами скажите же отцу моему о всей славе мои в египте и о всем что вы видели и приведите скорее отца моего сюда и пол и пол на шею вениамину брату своему и плакал и вениамин плакал на шее его и целовал всех братьев своих и плакал обнимая их потом говорил с ним потом говорили с ним братья его дошел в дом фараона слух что пришли братья иосифа и при приятно было фараону и рабам его и сказал фараон иосифу скажи братьям твоим вот что сделаете на вьючий скот ваш хлебом и ступайте в землю хананскую и возьмите отца вашего и семейства ваши и придите ко мне я дам вам лучшее место земли египетская и вы будете есть тук земли тебе же повелеваю сказать им сделайте сие возьмите себе и земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших и приведите отца вашего и придите и не жалите вещей ваших ибо лучший из всей земли египетской дам вам так и сделали сыны израилевы и даем неосиф колесницы по приказанию фараона и дал им путевой запас каждому из них он дал перемену одежд а вениамину дал 300 серебряников и 5 перемен одежды одежда также отцу своему поставил 10 ослов навьюченных лучшими произведениями египетскими и 10 10 ослит навеченных зерном хлебом и припасами отцу своему на путь и отпустил братьев своих и они пошли и сказал им несутесь на дороге и пошли они из египта и пришли в землю хананскую к иакову отцу своему и известили ему сказал сказал иосиф сын твой жив и теперь владычествует на те землю египетскую но сердце его смутилось ибо он не верил им когда же они пересказали ему все слова иосифа которые он говорил им и когда увидел колесницы которую прислал иосиф чтобы вести его тогда жил дух иакова отца их и сказал израиль довольно всего для меня еще жив сын мой иосиф пойду и увижу его пока не умру и отправился израиль совсем что у него было и пришел вирсами жертвы богу отца своего исаака и сказал бог израилю в видении ночном иаков иаков он сказал вот я бог сказал я плен бог отца твоего не бойся и египет ибо там произведут себя народ великий я пойду с тобой увидите я вывезу тебя обратно иосиф своей рукой и закроет глаза твои иаков отправился из вирсавии и повезли сыны израилевы иакова отца своего и детей своих и жен своих на колесницах которые послал фараон чтобы привести его и взяли они скот свой имущество свое которое приобрели в земле хананской и пришли в египет иаков и весь род его с ними сынов своих и внуков своих собою дочерей своих и внучек своих и весь род свой привели с собою в египет вот именно сынов израилевых пришедших в египет иаков и сыновья его первенцы иакова рувим сын сыны рувима ханох и фалху и фалу хитрон и хорми сыны симеона ему и и амин и агат и ахин цахар и саул сын хананьянки сын левия версон каав и мирали сын иуды ир и анан и шела и ферр и ферр и ферр и зара но ир и аран умер в земле земле ханаанской сыны фореса были и срум и хаму сыны и сахара фола и фуа и оф и шумрон сыны заволона серед и елон и и ахрил это сын или и которых она родила якову в месопотании и дину до чего всех душ сынов его и дочери его 33 сын и гада цифион и хаги шумни и сбор и вере и ороди и арели сын и асира имна и ишва и ишви и бриан и серах сестра их сыны брии хивер и малхил с это сын и зелфы которые лаван дал и дочери своей она родила их якову 16 душ сыны рахили жены иакова и осев и вениамин и родилась у иосифа в земле египетской моносея и ефрем которых родила ему осеннефа дочь потифера жрица иллиопольского сыны вениамина сыны вениамина белая бехер и аж белл сыны белые были гера и на матерь херош мурпим и хупим и арм это сыны рахили которые родились у акова всего 14 душ сын дана кушим сыны нефалима я циил и губы гуни и и сэр и шлем это сын и вал на которую дал лаван дочери своей рахили она родила их якову всего 7 душ всех душ пришедших с яковом в египет которые произошли из чреселого кроме жен сынов яковлевых всего 66 душ сынов иосифа которые родились у него в египте две души всех душ дома яковлева перешедших с яковом египет 75 иуду послал он перед собою к иосифу чтобы он указал путь и 7 и пришли в землю десем иосиф запряк лесницу свою и выехал навстречу израиль отцу своему гисем и увидел его пал на шире его и долго плакал на шее его и сказал израиль иосиф умруя теперь увидел лицо твою ибо ты еще жив и сказал иосиф братьям своим и дому отца своего я пойду извещу фараона и скажу ему братья мои и дома отца моего которые были в земле ханаанская пришли ко мне эти люди пастухи овец ибо скотоводы они имеют и крупный скот свой все что у них привели они если фараон призовет вас и скажет какое занятие ваше то вы скажите мы рабы твои скотоводами были от юности наши до ныне и мы и отцы наши чтобы у вас поселили в земле десем ибо мир из для египтян всякий пастух овец и пришел оси и известил фараона сказал отец мой братья мои с мелким и крупным скотом своим и совсем что у них пришли земли ханаанская и вот они в земле гисем из братьев своих он взят пять человек и представила их фараона и сказал фараон братьев и братьям его какое ваше занятие они сказали фараону пастух и овец рабы твои и мы и отцы наши и сказали они фараоны мы пришли пожить в этой земле потому что нет пожить для скота рабов твоих ибо в земле ханаанская сильный голод и так позволь поселиться рабам твоим земле гисем и сказал фараон иосифу отец твой и братья твои пришли к тебе земля египетская пред тобою на лучшем месте земли по силе отца твоего и братьев твои пусть живут они в земле гисем и если знаешь что между ними есть способные люди поставь их смотрителями над моим скотом и привел иосиф и якова отца своего и представила его фараону и благословил яков фараона фараон сказал яков сколько лет жизни твоей яков сказал фараона дни странствования моего сто тридцать лет малы и несчастны дни жизни моей и на дни и не достигли долет жизни отцов моих в днях странствования их и благословил фараон иакова и вышел от фараона и поселил иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской в лучшей части земли в земле рамс с как повелел фараон и снабжал иосиф отца своего братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства не было хлеба по всей земле потому что голод весьма усилился и узнурены были от голода земля египетская земля кананская и красив собрался серебро которая была в земле египетской и в земле канадской за хлеб который покупали и и не он и с réflомью в дом фараонов если пройса истощалось в земле гипетской и земле кто рандской все египтяне пришли к сих историю говорили дай нам хлеба зачем нам умирать пред тобою потому что серебро вышло у нас их иосиф сказал пригонять и скот ваш и я буду давать вам хлеб за скот ваш если серебро вышло у вас. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, из-за стыда мелкого скота, из-за стыда крупного скота, из-за ослов, и снабжал хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от Господина нашего, что серебро истощилось, а стыда скота нашего у Господина нашего. Ничего не осталось у нас перед Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего вам погибли в глазах твоих? А нам и земля нашим, купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам жить, чтобы нам живыми и не умереть, и чтобы не опустила земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону, и народ сделал, и народ сделал он рабами, от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил Иосиф, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон. Посему и не продали земли свои. И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю, когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам, засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очаг господина нашего, и да будем рабами фараону. И поставил Иосиф в закон земле египетской, даже до сегодня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Егисем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и был одни Иакова, годов жизни его 147 лет. И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, если я нашел благоволение в очаг твоих, положи руку твою под стегно мою, и гляни, что ты окажешь мне милость и правду. Не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечиться с отцами моими, вынесешь меня из Египта, и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему, и сказал, глянись мне. И клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. По переводу 70 наверх жезла его. После того Иосифу сказали, вот отец твой болен, и он взял с собой двух сынов своих, Моносию и Ефрема, и пошел к Иакову. Иакова известили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои, и сел на постель, и сказал Яков Иосиф, Бог всемогущий явился мне, вылазил в земле Хананской, и благословил меня, и сказал мне, вот я расположу тебя, и размножу тебя, и произведу от тебя множество народов, и дам землю сию потомству твоему после тебя. Вечное владение, и ныне два сына твои, родившиеся тебе в земле Египетской, до моего прибытия в Египет, мои они, Ефрем и Монасия, как Рувим и Симеон, будут твои. Дети же твои, которые родятся от тебя после них, будут твои, они под именем братьев своих будут именоваться в их уделе. Когда я шел из Месопотамии, умерла у меня Рахиль, мать твоя, в земле Хананской по дороге, не доходя несколько до Ефрафы, и я похоронил ее там, на дороге к Ефрафе, что ныне в Ефреем, и увидел Израиль сынов Иосифа, и сказал, кто это? И сказал Иосиф отцу своему, это сыновья мои, которые Бог дал мне здесь. Иакоб сказал, подведи их ко мне, и я благословлю их. Глаза же Израилю притупились, от старости не мог он увидеть ясное. Иосиф подвел их к нему, и он поцеловал их, и обнял их. И сказал Израиль Иосифу, не надеялся я увидеть твое лице, но вот Бог показал мне и людей твоих. И отвел их Иосиф от колен его, и поклонился ему лицом своим до земли. И взял Иосиф обоих сыновей своих, Ефрема первую, в правую свою руку, против левой Израиля, а Монасию в левую, против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль проспер правую руку свою, и положил на голову у Ефрема, хотя сей был меньший, а левую на голову Монасии. С намерением положил он так руки свои, хотя Монасия был первенец. И благословил Иосиф и сказал, Бог, пред которым ходили отцы мои, Авраам и Исаак, Бог, посущий меня с тех пор, как я существую, до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отраков сих, да будет на них наречено имя мое и имя отцов моих, Авраама и Исаака. И да возрастут они во множество посреди земли, и увидел Иосиф, что отец его положил правую руку свою на голову Ефрема, и прискорбно было ему это, и взял он руку отца своего, чтобы переложить ее с головы Ефрема на голову Монасии. И сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо это первенец, положи на его голову правую руку твою. Но отец его не согласился, и сказал, знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат, будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И благословил их в тот день, говоря, тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебя, как Ефрема в Монасии. И поставил Ефрема выше Монасии, и сказал Израилю Иосифу, вот я умираю, и Бог будет с вами, и возвратит вас с земли, и отцом ваших, и я даю преимущественно пред братьями твоими. Один участок, который я взял из рук Амариев, мечом моим и луком моим. Да, поистине, Святое Писание великолепно, вместе изучаем Библию, Святое Писание, советуем родственникам, друзьям, развиваемся вместе со мной, с нашей командой, пожалуйста, давайте, ставим лайки, подписываемся, погнали, смотрим дальше.